Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Что все будет плохо. И там бизнес не сможет выполнять свои обязательства по уплате налогов, сборов и так далее. Сегодняшняя ситуация не позволяет нам говорить о том, что у бизнеса все плохо. Многие виды бизнеса развиваются. Развиваются стабильно, активно. Развивается малый бизнес. Развивается средний бизнес. По словам чиновника, безоглядно освобождать от налогов и давать преференции из бюджета власти не могут еще и потому, что затем им нечем будет закрывать свои социальные обязательства. Предприниматели же, к слову, даже существующие меры считают формальными. Претендовать на большинство из них можно только выполнив целый список условий, что для многих делает получение помощи невозможным. Руководители кинотеатров подписали декларацию о соблюдении санитарных норм. К ним присоединились также организаторы концертов в Кирове. Мероприятие прошло в Вятской торгово-промышленной палате. Там бизнес задекларировал свои намерения обеспечивать безопасность зрителей, соблюдать социальную дистанцию при рассадке, ограничения при заполняемости залов, дезинфицировать помещения. Как подчеркнул президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко, декларация открытая. К ней может присоединиться любой желающий. Ранее подобные документы подписали представители торговых центров и общепита. Экономика на 101 АФМ. В Кирове задержали мужчину с полумиллионом фальшивых рублей. Мужчина пытался расплатиться пятитысячной купюрой в одном из ресторанов быстрого питания. Кассир заведения обратила внимание на его подозрительное поведение и банкноту, похожую на фальшивую, и нажала тревожную кнопку. Мужчину задержали. При досмотре у него нашли еще 91 пятитысячную купюру с признаками подделки. Деньги изъяли. На мужчину, который, как оказалось, несколько месяцев назад переехал в Киров из Ставропольского края, завели уголовное дело. Сейчас выясняется, откуда он взял поддельные купюры и расплачивался ли ими где-то еще. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73,24 рубля, евро 85,96 рубля. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 АФМ.